Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 5 декабря и я вот выбирая рецепт плова для Нового Года, у меня есть вот такая старая-старая книга, изданная в Ташкенте. Тут все-все рецепты пловов различных. Самой книге уже 30 с лишним лет, но тут собраны рецепты. И вот смотрите, некоторые даже с 1850 по 1903, тут люди собирали все это с Самаркандской области, там с других областей. Очень интересные пловы и с редиской, и с репой, и с курицей, и со всяким. Но я хотела сегодня поделиться с вами, может быть кто-то не знает, вот дошла до главы, что плов можно консервировать. Какой выберу я рецепт для Нового Года, я вам потом расскажу и подробно покажу его рецепт. Рецепты тут еще раз повторю, очень интересные, некоторые такие своеобразные, что даже диву даешься, уделяешься, что вообще бывают такие пловы. Во-первых, тут вот написано, как хранить вот эту заготовку для плова надолго, потому что вы знаете, что мясо и все это варить очень долго, но чтобы за 30-35 минут плов приготовить, заготавливают заранее вот этот вот, ну все, что кроме риса, вот называется зирвак. А я хочу остановиться на консервировании плова. Я думаю, вот сейчас особенно молодые хозяйки, им даже в голову не приходит, вот когда я говорила о заготовках на зиму, что на зиму можно заготовить еще и плов. Это целиком полностью готовое блюдо, сейчас его так не делают, но делать его так можно, и это очень удобно. Я вот сейчас вам читаю книгу, что консервирование плова практиковалось в 30-е годы на Янгиюльском консервном заводе. Производство пловных консервов с замечательными вкусовыми, качественными было прекращено в 41-м году, но это и понятно почему, но по неизвестным причинам не возобновилось и поныне. Большой спрос и потребность облегчить труд домашних хозяек диктуют необходимость восстановить рецепт и технологию производства таких консервов. Но это писалось еще 30 лет назад, и я до сих пор ни разу не видела плов консервированный, но до войны такой плов был, и дома его можно также легко воспроизвести. Ну а тут написано, рекомендуем следующий образ домашнего консервирования плова, вот приготовить плов по-фергански, там есть рецепт, тут как обычно 200 грамм риса, столько же 200 грамм моркови, я вот всегда делаю сколько риса, столько и моркови, некоторые моркови ложат меньше, но я люблю, когда много моркови, тут свежая баранина, но мы делаем из свинины, из курятины разные. Я, и это не суть важно, сейчас никто, конечно, консервировать не бросится плов, просто я вот к сведению, к вашему сведению, что летом, когда сезон, когда много свежей моркови, когда свежая морковь, свежий лук, можно законсервировать, например, делать консерву плова, и так же, как суповые заготовки, я вот пока буду говорить, вот так поставлю, кто хочет, будет читать, и вот так же, как суповые заготовки, можно зимой, когда нет времени, или я говорила, в каких случаях это очень хорошо выручает, если у вас работа какая-то удаленная, можно с собой брать, где нет возможности, вот кто вахтой по несколько дней работает сутками, где нет возможности готовить и кушать там горячую еду, лучше, чем китайскую лапшу, можно делать консервы плова, детям, вот кто учится, студентам, очень удобно, разогрел и поел, оно выходит недорого, потому что большую часть это рис, морковь, лук, там все, мяса там немного, ой, мне звонят, ну и вот, если кто-то заинтересуется, я вот осенью тоже хочу попробовать по этому рецепту законсервировать плов, если кто-то заинтересуется, я могу точный рецепт перепечатать и выложить, но это вот видео только для того, чтобы вы знали, что вместе с заготовками на зиму другими можно законсервировать еще и плов, в то время, когда у нас морковь свежая, когда лук у нас свежий, когда много, потому что у нас весной иногда так бывает, хочется сделать плова, сунешься в подвал, а морковь или засохла, или выросла, и все, вот на этом все кончается, а тут бы был готовый, но я обязательно сама сделаю, всем вам покажу, до свидания!